Какие меры поддержки доступны арендодателям и как их получить? В этом видео мы рассмотрим, какие меры господдержки на сегодняшний день доступны арендодателям коммерческой недвижимости, каким образом их можно получить, а также немного поговорим о юридических возможностях арендодателя в новых реалиях экономики, пораженных коронавирусом. Итак, поехали! Пандемия коронавирусной инфекции В результате арендодатели коммерческой недвижимости оказались в весьма непростой ситуации. По сути, государство, как оно обычно всегда и делает, решило свои проблемы за чужой счет. Согласно статье 19 нового закона за номером 98 ФСФ, который вступил в силу 1 апреля 2020 года, у многих арендаторов коммерческой недвижимости возникло право на отсрочку по уплате арендных платежей с невозможностью применения к ним пений и штрафов со стороны арендодателя. Такое право в настоящее время предоставляется арендаторам с момента начала действия режима повышенной готовности в регионе, где находится арендованная ими недвижимость, вплоть до 1 октября текущего года. При этом на период действия в регионе режима повышенной готовности речь идет о стопроцентной отсрочке, а с момента отмены режима и до 1 октября арендатор вправе рассчитывать на отсрочку только 50% от суммы арендной платы. Важно! Отсрочка не предполагает освобождение от арендной платы на период действия карантина. Задолженность по аренде должна быть погашена перед арендодателем в полном объеме не ранее 1 января 2021 года и не позднее декабря 2022 года. При этом оплата арендной задолженности должна осуществляться арендаторам равномерно, а именно ежемесячными равными платежами в сумме не превышающей 50% арендной платы за месяц. Снижение арендной ставки В случае, когда арендатор не может использовать недвижимое имущество в связи с ограничениями, связанными с режимом повышенной готовности, он также имеет право требовать от арендодателя снижения арендной ставки на весь период таких ограничений. В этом случае размер аренды обсуждается сторонами договора. Но, как следует из логики рекомендаций Верховного суда, ориентироваться в данном случае придется на снижение размера арендной платы на 50%. Какие меры поддержки получает арендодатель? В отношении арендодателей коммерческой недвижимости на данный момент, увы, предусматриваются только налоговые льготы, которые можно дифференцировать по следующим четырем направлениям. Отсрочка по налоговым платежам Отсрочка по налоговым платежам предоставляется арендодателям в соответствии с постановлением правительства за номером 699 от 16 мая текущего года. Первое, что здесь хотелось бы отметить, данная отсрочка затрагивает не все виды налогов. Рассматриваем меры государственной поддержки касается только налогов на имущество организации и физлиц, земельного налога и авансовых платежей по указанным налогам, при условии, что срок уплаты таких налоговых и авансовых платежей приходится на период с 1 января по 31 декабря текущего года. НДС и другие налоги, как мы видим, данные меры господдержки не охватываются. Второе условие для получения отсрочки – это требования к арендодателю. Он должен являться собственником имущества, а его деятельность зарегистрирована строго по коду 68.2 в АКВЭ. При этом это должен быть основной вид деятельности. Третье и самое важное условие – арендодатель должен реально предоставить отсрочку по арендным платежам своим арендаторам. Продление сроков авансовых платежей по имуществу организации. Данная мера господдержки предусматривает продление сроков по авансовым платежам по налогу на имущество организации. За первый квартал до 30 октября 2020 года, за второй – до 31 декабря 2020 года. Продление сроков затронет не всех арендодателей, а только тех из них, кто относится к субъектам малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей из перечной правительства. Всего 11 отраслей. Продление сроков предоставления налоговой декларации по имущественному налогу. Декларацию по налогу на имущество организации за 2019 год арендодатели вправе предоставить до 30 июня включитель. Региональные налоговые льготы. Согласно рекомендациям правительства, регионы также могут предоставить арендодателям налоговые льготы. По мнению правительства, прежде всего на такие льготы вправе рассчитывать арендодатели, снизившие размер арендной платы или предоставившие арендные каникулы своим арендаторам. Перечень таких льгот и требования к их получателям устанавливается непосредственно местными властями. То есть в каждом регионе все будет по-разному. Например, в Москве для некоторых категорий собственников уже предусмотрено возмещение 50% земельного налога и налога на имущество. Таким образом, чтобы узнать, полагаются ли вам региональные налоговые льготы, и если да, то какие именно, необходимо обращаться за информацией в местную налоговую. На чем следует заострить внимание арендодателям? Правом на аренду и каникулы обладают не все арендаторы, а только субъекты бизнеса из пострадавших отраслей. Перечень таких отраслей прямо установлен постановлением правительства за номером 434 от 12 мая текущего года. И в него включены только 11 пунктов, а именно авиаотрасль и авиаперевозки, организация культурных, досуговых и развлекательных мероприятий, организация конференций и выставочная деятельность, физкультура и спорт, гостиничный бизнес, туриндустрия, бытовые услуги населения, образовательные услуги, услуги в сфере здравоохранения, общий пик, торговля в розницу непродовольственными товарами. Таким образом, если арендатор коммерческой недвижимости не относится к указанным отраслям бизнеса правом на арендные каникулы, он не обладает. Арендная отсрочка не включает в себя коммунальные платежи. Это значит, что даже в случае предоставления ему отсрочки по аренде, арендатор обязан продолжать оплачивать все коммунальные платежи, предусмотренные арендным договором в полном объеме. Исключение составляют только случаи, когда арендодатель сам был освобожден от оплаты коммунальных услуг. Арендные каникулы распространяются как в отношении всего объекта недвижимости, так и у отдельных частей, например, офисные помещения. Таким образом, меры господдержки охватывают максимальное число арендаторов. Арендодатель вправе оспорить право арендатора на отсрочку по арендным платежам. Законодательно деляет арендодателя правом на отказ в предоставлении арендных каникул в случаях, когда арендатор ведет себя недобросовестно и перестает платить арендную плату, не имея на то законных оснований. К таким случаям в том числе могут быть отнесены Отсутствие отрасли арендатора в перечне установленном правительстве. Просрочка арендной платы в период до или после действия ограничительных карантинных мер и посткарантинного периода, который на сегодня установлен до 1 октября 2020 года. Продолжение осуществления коммерческой деятельности арендатора в период ограничительных мер. То есть арендатор не пострадал от введения карантина. Примером может послужить продовольственный магазин, который продолжил свою работу. Закон устанавливает обязанность, но не предусматривает ответственности арендодателя. Закон за номером 98 ФСД, который, как вы помните, вступил в силу с 1 апреля, не устанавливает никакой ответственности арендодателя в случае неисполнения им своих обязанностей по предоставлению отсрочки арендаторам в связи с пандемией коронавируса. Иными словами, обязанность есть, а ответственности нет. Возможно, в будущем законодатели устранят этот пробел, но, по крайней мере, сейчас никакой ответственности арендодателя в этой ситуации не предусмотрена. Юридически это означает, что если арендодатель откажется предоставить отсрочку, арендатор сможет реализовать свое право только в суде. Тем не менее, не стоит очаровываться этой возможностью слишком уж сильно, потому что наше законодательство, несмотря на пандемию, обновляется уже не ежедневно, а ежеминутно. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, к сожалению, в России иметь право на льготу и реально получить ее – вещи кардинально разные. Ситуация по выплатам для врачей – яркий тому пример. Поэтому, если вы формально подпадаете под льготную категорию арендодателей, но самостоятельно оформить льготу по каким-либо причинам у вас не получается, не теряйте времени и своевременно обращайтесь к опытным налоговым специалистам юридической компании юридистов. Мы всегда оперативно и эффективно поможем вам защитить ваши права с учетом особенностей вашей конкретной ситуации. Доброго здоровья вам и вашим близким! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова